Рухнула центральная часть заброшенного дома. Второй пролет рискует отправиться следом. Над окнами кирпичи уже опасно провисают, а местами и вовсе отсутствуют. В таком состоянии дом номер один на улице Фурманово стоит уже несколько дней. Остатки кирпичной кладки вывозить никто не собирается. Ну вообще это, конечно, страх. Сейчас ходят сюда и писать, и какать, и мусор, и все на свете, и все рядом. Совершенно вообще даже не понимают, что может быть так в центре города. Опасность в том, что заброшенное строение – центр двора сразу у нескольких домов по улице Грибоедова. А буквально в двух метрах находится детская площадка. К счастью, во время обрушения стены никто не пострадал. Однако соблазн залезть в нежилое строение возникает у многих. Может быть, какие эти лазают, металлом сдают. Может, там какие-то были перекрытия металлические, они его разрушили. Здание было нежилое, по словам местных жителей, его расселили более года назад. Людям выдали новые квартиры. А вот со строением городские власти решили ничего не делать. Окна не заколочены, двери нараспашку. Зайти туда может любой желающий. Горела крыша, видите, ее нет. Крыша сгорела. Но это тоже год назад, может, больше. Местные жители отмечают, что соседнее деревянное строение, которое расселили позже, уже убрали. Почему до этого руки не доходят, им непонятно. Там деревянные были, они все гнилушки. Там я быстро этот экскаватор разрушил, и эти деревяшки КАМАЗом все вывозили. Я еще вот в окно живу в этом доме, в окно смотрела. И по осени все-все почистили. Там прям вообще чистота. Все вывезли. И отгрузил погрузчика, КАМАЗ вывозили. А это, я не знаю, наверное, проблема. Кирпича много, наверное, вывозить. Сейчас заброшенное строение – центр притяжения. К нему стягиваются алкоголики и лица безопределенного места жительства. А вот попасть в него можно только через детскую площадку, находиться на которой становится все опаснее.